Для лиц старше 18 лет. Настоящий материал, информация, произведен, распространен иностранным агентом Львом Марковичем Шлозбергом, либо касается деятельности иностранного агента Льва Марковича Шлозберга. Партия чужой крови пробила очередное дно. Оказывается, есть люди, думающие, пишущие и говорящие на русском, но радующиеся приходу боевых действий в Курскую область, жертвам среди военнослужащих и мирных граждан. Наиболее одаренные представители этой партии уже измеряют расстояние от Курской области до Москвы в километрах и часах. Очевидно, они надеются вернуться в Россию за броней чужих танков. Очень странные люди. У них серьезные проблемы с политическими хромосомами. Политик перестает быть политиком своей страны, если начинает желать смерти ее гражданам. Любым. Мирным, военным, правым и неправым, согласным и несогласным. Альфа и омега национальной политики – это уважение к своему народу. В каком бы состоянии ни находился сам народ, и какое бы правительство, вплоть до самого людоедского, ни было у власти. Ответственная оппозиция противостоит власти, но не народу. Политическому классу, но не обществу своей страны. Не соглашаясь с обществом, в том числе с большинством общества, критикуя его за ошибки, заблуждения и даже преступления. Гражданский политик обязан продолжать говорить с народом, если считает себя представителем даже небольшой части этого народа. Только так можно сохранить надежду на будущее и для страны, и лично для себя. Отрыв от Родины, в том числе изгнавшей тебя Родины – тяжелое испытание. Чтобы его пройти, надо сберечь в себе понимание родственных связей со страной. Даже в такие тяжелейшие времена, когда народ не понимает и не принимает тебя, травит тебя и желает тебе смерти. Ты не должен желать своему народу смерти, горя, несчастья, будучи хоть за границей, хоть в тюрьме, хоть под угрозой тюрьмы. Если, конечно, ты считаешь этот народ своим и страну своей. Российский политик, радующийся гибели российских граждан, перестает быть российским политиком. Это тоже политический выбор. Но тогда о таком выборе надо сказать открыто. И не представлять себя российской оппозицией, не позорить флаги оппозиции своими кровавыми и злорадными. Ожиданиями. Военное время похоже на рентген. Ничего невозможно спрятать. Ни злобу, ни лицемерие, ни трусость, ни подлость, ни лживость. Все выходит наружу. Я очень хочу, чтобы это время, время чудовищных трагедий, преступлений и катастроф завершилось как можно скорее, чтобы оно как можно раньше остановило свою страшную жатву. Бесконечная вереница убийств уничтожает саму человечность. Каждая насильственная смерть обескровливает и ожесточает мир. Уйдут десятилетия на то, чтобы эти раны хотя бы затянулись. Не все увидят будущее без вражды и крови, к сожалению. Но я очень хочу, чтобы ничто, открывшееся нам в это страшное время, не было забыто. В том числе, чтобы никогда не было забыто настоящее, неприукрашенное ложью лицо людей, желающих смерти своему народу. Чтобы подлинное лицо этих людей не было забыто обществом до конца их жизни. Чтобы они никогда не могли стать представителями народа, которому желают смерти и страданиям которого радуются. Потому что для мирного и человеческого будущего России такие люди не должны занимать в российской политике никакого места. Ни одного квадратного сантиметра, чтобы постигшая нашу страну катастрофа не могла вернуться. Никогда больше.